напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать а какой кадр планировали в первом мультфильме ну погоди когда волк закидывал веревку на дом но его убрали из-за цензуры а какое значение в ссср имела выражение почтовый ящик почтовыми ящиками в ссср называли засекреченные предприятия или отдельные засекреченные подразделения предприятий или целые закрытые города которые работали в основном на оборонную промышленность происхождение выражения связано с тем что у таких предприятий не было ни название ни адреса в министерстве обороны такие объекты числились по номеру почтового ящика а теперь вопрос от подписчика нашего канала в каком году в узбекской сср произошло катастрофическое землетрясение в 5 магнитуд 26 апреля 1966 года в 5 часов 22 минуты 53 секунды в ташкенте произошло землетрясение с силой толчков более 8 баллов по шкале рифтера и магнитудой 5 баллов по данным сейсмостанции ташкент землетрясение в узбекской столице было очень разрушительным по своей силе очаг катаклизма находился на глубине 8 километров под землей и помогло спасти ташкент от полного разрушения тем не менее зона максимальных разрушений охватила 10 квадратных километров в центре столицы тогдашней узбекской сср в 1973 году но погоди хотели закрыть почему в 1973 попанову присвоили звание народного артиста ссср диплом народного артиста ему вручал председатель президиума верховного совета николай подгорный который спросил когда же вы порадуете нас новыми приключениями волка и зайца они когда мрачно ответил попанов фильм закрывают один из авторов уехал в израиль это невозможно заявил подгорный ни в коем случае нельзя вот так взять и оборвать фильм полюбившийся народу у меня не только внуки вся семья смотрит в дальнейшем подгорный дал соответствующее распоряжение и мультфильм приобрел новую жизнь и новые любимые нами серии а в репертуаре какого певца было песни дорогие мои старики стихи к песне дорогие мои старики была написана в середине 80-х поэтом симоном асяшвили он показал свое творение игорю саруханову который написал музыку и начал исполнять эту композицию на концертах она моментально обрела всенародную любовь а в какой стране запретили советский мультфильм ну погоди в 80-х годах казалось бы что плохого может быть советском комедийном мультсериале да вот только не в каждой стране ну погоди радужно принимали на телеэкранах в финляндии в 80-х годах и вовсе запретили показывать сериал на местных телеканалах все потому что государственная комиссия посчитала сериал слишком жестоким фильмы были уверены что заяц на самом деле садист и вредитель а волк из-за него вынужден страдать а в каком году на башнях кремля появились звезды до 1935 года башни московского кремля венчали двухглавые орлы а в августе 1935 года было опубликовано решение снк ссср о замене их на пятиконечные звезды первые звезды были изготовлены из нержавеющей стали и красной меди а знаки серпа и молота на них из уральских камней самоцветов но они быстро потеряли вид из-за воздействия атмосферных факторов и в мае 1937 года в двадцатилетие революции на кремлевских башнях были установлены звезды из рубинового стекла в одной из серий ну погоди действие фильма происходит на московских олимпийских играх 1980 года в мультфильме волк пытается поймать зайца в зале для бокса его побеждает заяц боксер с кубы после его удара волк еле-еле идет с потыкается и считает 758 769 и тут он видит стенд олимпиада 1980 и говорит 1980 далее волк принимает участие в других олимпийских секциях шахматы баскетбол велотрек тяжелая атлетика и другие 22 августа 1941 года сталин издал постановление о снабжении армии чем 22 августа 1941 года сталин подписал постановление номер 562 о введении водки на снабжение в действующей красной армии согласно этому документу ежедневно бойцам полагалось выдавать определенную норму горячительного напитка 100 граммов для тех кто на передовой и 50 граммов для остальных так и появились наркомовские 100 грамм снабжением армии водкой лично руководил анастас микоян за распределением напитка обязаны были следить лично командующие фронтами а помните какого цвета были трусы у волка в некоторых сериях но погоди в первой серии на пляже в восьмой серии на новогоднем маскараде а также в 16 серии в мире сказок мы можем увидеть волка в розовых труселях в белую ромашку в то время это была распространенная раскраска нижнего мужского белья а сегодня такие трусы как у волка это бренд с которым трусы продаются втрое дороже потому что такие трусы были у знаменитого волка с мультфильма а в какую популярную советскую игру играют эти люди в ссср игра в городке была очень популярна особенно в начале существования государства и позиционировалась как советская в противовес гольфу бильярду и кеглям капстран ленин и сталин были увлеченными городочниками на стадионах в парках в пансионатах на территориях фабрик и заводов были городочные площадки в 1923 году была образована федерация городочного спорта а в 1928 году начали проводиться всесоюзные соревнования по городкам а кого из советских лидеров на западе называли дядюшкой джо между собой черчилль и рузвельт называли сталина дядюшкой джо дядюшка потому что на западе любят называть влиятельных людей уменьшительными именами джо потому что по-английски иосиф звучит как джозеф это прозвище быстро прижилось и широко тиражировалась в западных сми сталин был недоволен такой фамильярностью а при помощи какого транспортного средства волку все-таки удалось поймать зайца 3 серия ну погоди происходит на дороге сцена с цистерной была вдохновлена сцена из кинофильма джентльмены удачи волк сначала едет на автоцистерне с живой рыбой потом гоняется за зайцем на гоночном автомобиле вскоре автомобиль ударившись о дорожный камень полностью разрушается подойдя к обломкам автомобиля зайц вытаскивает оттуда перчатку волка и печально вздыхает но тут с помощью подъемного крана волк цепляет крюком футболку зайца и поднимает вверх а чтобы достать его делает из бочек башню забравшись на которую начинает раскачивать зайца однако получает удар крюком и падает заяц же успевает убежать а какой праздник проводился 16 июля в пионерских лагерях в детских пионерских лагерях при прохождении середины лета то есть 16 июля проводился день нептуна в этот день проводились костюмированные представления с нептуном русалками и чертями на водоемах или на территории лагеря дети веселились обливали друг друга водой в некоторых лагерях день нептуна проводился несколько раз за лето чтобы каждая смена могла прочувствовать атмосферу праздника а что из перечисленного не происходило с волком когда он ел молодильные яблочке 16 и последний снятый в ссср при жизни анатолия попанова мультфильм из серии ну погоди действие фильма происходит в мире детских сказок в серии волшебное яблони предлагает волку съешь мое яблочко попробовав ее плоды он получает сначала зайчью уши потом свиной пятачок а затем хобот слона срубив мечом заколдованное дерево обратив его в пыль и обретя свой прежний вид он отыскивает зайца но опять не успевает съесть заяц начинает играть на волшебных гуслях самогудах комаринскую а как назывались советские серьги такой формы это самая популярная форма золотых и серебряных сережек она называлась тюльпаны можно было встретить украшение с бриллиантами фианитами но самый распространенный вариант это малиновый корунт форма тюльпана использовалась не только для сережек но также для изготовления колец и подвесок а какой мелкой курящий зверушкой воспользовался волк чтобы подкурить свою папиросу в третьей серии волк выходит из гаража настроение у него игривая серый достает папиросу из пачки и собирается закурить но к его сожалению куда-то подевались спички обшарив все карманы источника огня волк так и не находит но на его счастье мимо проходил мелкий черный от постоянного курения котенок с сигаретой во рту взяв его в руку волк подкуривает свою папиросу а чем натирали трехкопеечные советские монеты чтобы их приняли за 20 копеечные не чистые на руку граждане натирали трехкопеечные монетки ртутью в результате поверхность белела и монета становилась похожей на 20 копеечную когда в магазине или на рынке были очереди и продавщицам некогда было разглядывать деньги мошенники подсовывали такие монеты продавщицам кладя аверсом вверх таким образом за три копейки они получали требуемый товар да еще и сдачу а какое название имела группа собак которая исполнила хиту папа была собака в девятой серии ну погоди события девятого выпуска ну погоди разворачиваются в теле центре останкина волк встречает зайца в коридоре останкина и начинается погоня в ходе нее персонажи попадают на запись рок-группы дворняги музыканты который поют бит версию у папа была собака здесь герои пытаются им ассистировать в джем сечня заяц играет на барабанах а волк вставляет вилку электрогитары в розетку электросети из-за чего его сильно бьет током и гитара взрывается потом волк кричит убежавшему зайцу но зайц ну погоди а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа отгадайте по советским достопримечательностям название города в данном коротком ролике о Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Напишите свой вариант названия этого города в комментариях Надеемся, что вам понравилось Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику Подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест Если вам понравилось, ждем от вас лайки и комментарии с впечатлениями о пройденных вопросах